Друзья, вы сегодня присутствуете еще при одной новой форме учебы, записи учебы. Мы с вами проводили, делали фильмы, мы с вами проводили вебинары, мы их записывали. Но дело в том, что я имею счастье и беспокойство от того, что я в свое время связался с очень серьезным компьютерщиком, моим антиподом, я садовод в компьютерах не понимается, Антон Валерьевич Сафронов. Он же уже знакомый вам, руководитель интернет-издательства «Жизнь на земле». Много с ним наснимали, столько, что уже можно проводить учебу не только в школе, но и в институтах и даже в академиях. Но это новая форма, почему? Потому что это будет еще более наглядно. И давайте сообразно все делать времени. Сегодня у нас 23 марта. И чтобы вы не подумали, что это какие-то постановочные фильмы, постановочные кадры. Так уж получилось, что я не раз говорил, друзья мои, что садоводство – это зараза. Оно прилипает хуже гриппа от одного к другому. И вот так получилось, что раньше я железом считал так – или ты садовод, или ты компьютерщик. Потому что ни один знакомый мне компьютерщик крутой не стал садоводом. Вот. И я был считал, что это люди, ну, как разные. Может, разные полные мозга работают, не знаю. Но факт то, что случилось следующее. Когда это случилось, я был поражен. Итак, Антон Валерьевич помогает мне делать рекламу. Мы вместе в том числе и рекламируем мои семена. Семена бесценны. Их нет аналогов на сей планете. По морозостойкости, по качеству. Вот. Жаль, мы не можем здесь показать эту всю красоту. Вот. Да. И большинство из вас это уже видели. Удобно даже где-то. И вот получилось так, что в какой-то момент… Да. Антон Валерьевич приезжал несколько раз ко мне в сад. Он снимал фильмы прямо в саду. Я учил. Он снимал, я учил. Он снимал. Он делал фильмы. И, видимо, пропал парень. Однажды, недели две назад, он мне позвонил и говорит, Валерий Константинович, мы с другом должны засадить гектар. Я не поверил своим ушам. Но дело в том, что Антон Валерьевич, он второй после меня. Или третий, может быть. Почему? Потому что есть еще Сергей Железов. Он практик, он лучше всех выращивает, а не саженцы. Я ему говорю. Вот. Ну, может быть, Антон Валерьевич второй, третий, потому что он знает все, что знаю я. Так уж получилось. Теория есть теория. И вдруг надо засадить гектар. Ну, надо, надо. Давайте засаживать. Я ему высылал посылку очень солидную. Гектар есть гектар. Друг и друг. Вот. Подвезти я его не мог. Все, что сейчас я буду рассказывать, он вроде бы знает. И все равно. Вы же знаете, любой из вас знает, как аппендицит вырезать. Скатер даже наточить может. И брюшину скрыть не повредил ничего. А толку. Так и здесь. Значит, мы начинаем практически показ. Это показ не, еще раз говорю, не постановочный. В режиме реального времени все это должно когда-то превратиться в сад. И что мы придумали? Это первый шаг. Вот сейчас мы с вами будем проверять, что я прислал. Проросло, не проросло. Несколько советов, как садить. Потому что любая посадка пообщепринятое, это смерть деревьев. А потом уже он это будет садить, опять съемки. Растить опять съемки. Вот. И так назовем это... Хотел сказать дом 3. Назовем это сад 3. Нет. Сад 1. Ну, в общем, придумаем. Вот. И все это вас ждет. И когда-то вы научитесь делать не хуже. Но для начала мы должны убедиться, что я не болтун, что я высылал качественные семена. И сейчас мы с ними начинаем работать. Потому что вот в данный момент, когда мы пробыли где-то 10-12 дней пути, мы понятия не имеем, проклюнулись или нет. Если проклюнулись, то до той степени, чтобы выбрасывать. Или только сам это садить. Или спят. Все, Антон Валерьевич. Я передаю вам, ну, и слово дела. Сейчас вы, пожалуйста, доставайте этот самый... Эээээ... Это... Это... Вот она. Посылка, разряжайте ее. Я сам волнуюсь. Почему? Я стараюсь у человека не подвести. А здесь еще и такого уважаемого человека. Валерий Константинович, смотрите, ситуация такая Получил я посылку от вас Сегодня у нас среда Получил я в понедельник Утром Посылку я сразу положил в холодильник Но он, соответственно, не был отрегулирован На, как говорится, на эту температуру При которой нужно хранить семена Буквально до вчерашнего вечера регулировал Купил, значит, градусник И вот только ночь этого Оно прибыло, пробыл При нормальной температуре Эта посылочка Я могу уговорить, да? Да, можете Ничего страшного не случилось Она, где дороги была До Саиногорсного пути И одна-две ночи роли не играет И потом, давайте так Сколько у вас было ночи Сколько днем И температура вот сейчас Сейчас у нас с вами Уже скоро обед И лежит ли снег Или уже сошел Ночью это и выпал даже снег За последний сон До вышивки далеко Именно поэтому мы проводим Прасправки Все зрители убедятся в чем Подход разный Проклюнусь и спящий Вот этим мы будем Теперь, пока вы разворачиваете Я напоминаю задание, которое он дал Итак, к этому грязники шоу Сан Крички Вы должны были подготовить А. Горшочки кофеные П. Баночки стеклянные В. Землю Там землю купленную Из тайста продается Самую бедную Хотя бедной там не бывает Обязательно ее обогачают Ну так принято И наконец песок Песок желательно Это может быть Речной Песок может быть Строительный И он даст Там почти в нем не бывает Организм В России Вот И Вроде перепаковка Вот вон на маленькие мешочки И то получилось Сколько там килограмм Да? Пять Слышим Пять слышим килограмм Ну вот я вроде добрался Так вот Продолжай Наше реалити шоу Теперь это слово Ко мне прицепилось В хорошем смысле Реалити шоу Потому что здесь все Натуральное Итак Вот Получается Антон Валерьевич Вам Крутому компьютерщику Я предлагаю Роль ученика Выполнить до конца Я буду Так сказать Учить Вы будете выполнять Мои действия Можно Задавать Уточняющие вопросы Иногда мне кажется Я все знаю Значит все все знают Значит смотрите Там В пакете Находится Все что у меня На тот момент было Вот Семена Семена Общее слово Коточки Семечки Коточки абрикосов Слив Вишен Вот Семена Груш Подвойник Семена То есть семечки Значит Еще и Ронеток И все Это мы должны Будем проверить Какого они Находится Состояние Семена